Здравия, друзья! Мальфар снова на связи. И сегодня мое предсказание о самых скорых изменениях в отношении человека и искусственного интеллекта. А сначала благо дарю всем, кто нас поддерживает. Это сделать очень просто. Каждый просмотр, каждый лайк, каждый подписчик имеет значение. Также можно стать спонсором канала, приобрести нашу книгу и стать учеником школы Мальфаром. Штрих-коды для этого вы сейчас видите на экране. Давайте поддерживать друг друга и держаться вместе в эти нелегкие времена. А время действительно у нас с вами преинтереснейшее. Искусственный интеллект захватывает все новые и новые сферы человеческой жизни. Идея, конечно, была хороша. Роботы возьмут на себя самый тяжелый труд, опасный труд, труд шахтеров, грузчиков, уборщиков, полицейских, сделают более безопасным транспорт, займутся самой унылой и монотонной работой. А что получилось на самом деле? В реальной жизни нейросеть захватывает самые интеллектуальные, самые творческие, самые человеческие ниши. Она рисует, сочиняет музыку, создает любой видеоконтент. Выполняет функции юриста, бухгалтера, архитектора, учителя, друга, наконец. И поверь мне, это только начало. Вот, например, вчера, если человеку нужно сварить борщ, и он не знал, как это сделать, он просматривал кулинарные сайты, находил себе подходящий рецепт и попутно мог там же купить для борща кастрюлу. Именно так функционировали. Любые сайты, которые, предлагая бесплатную какую-либо информацию, зарабатывали на рекламе товаров и продавали их. А теперь не нужно самому что-то искать. Ты просто задаешь вопрос своему чату GPT, OpenAI, либо DIPC, многим другим их аналогам. И уже он, искусственный интеллект, прошуршав сотню интернет-страниц, подбирает для тебя оптимальную формулу борща. Но заинтересует ли ИИ реклама кастрюли? Думаю, ответ очевиден. Конечно, нет. И это касается всех отраслей жизни и деятельности человека. Ты ведь это уже ощущаешь? Я ощутил изменения, происходящие в сети уже давно. И делал по этому поводу видео еще год назад. Оно называется «Есть кто живой». Ссылка вверху экрана. Но с тех пор ситуация изменилась кардинально. Сайты, форумы, интернет-площадки перестают посещать живые люди. Нейросеть становится посредником между тобой и тем, что тебе нужно. И это обычный алгоритм паразитической системы, которая управляет всеми нами. Тебе нужно поговорить с Богом? Иди в церковь. Тебе нужно быть здоровым? Иди в больницу. Тебе нужно учиться? Иди в школу. Хочешь процветания в своей стране? Иди на выборы. Хочешь кушать? Иди работай. Хочешь иметь дом? Иди в банк за ипотекой. Итак, кого это касается? До всех, кто использует интернет. Именно поэтому ты продолжишь видеть живых людей, выполняющих тяжелую, опасную, либо нудную работу. Потому что для нее интернет не нужен. А вот учителям, художникам, музыкантам, архитекторам, программистам, докторам, журналистам, секретарям, переводчикам, копирайтерам и тому подобным тестировщикам программного обеспечения Они очень-очень скоро придется очнуться от эйфории, в которой они пребывают последние месяцы, используя в своей работе помощь нейросети. Скорая расплата также ждет и студентов, которые вместо того, чтобы выполнять задания самостоятельно, обращались за помощью КИИ. КИИ они будут раздавлены катком прогресса, который сами же создали. Каждым своим вопросом они обучали и развивали его, а теперь они будут оставлены за бортом. В лучшем случае им достанется роль обслуживающего персонала для машин. Можно, конечно, сказать, что и Мальфар обслуживает своих коз. Вернее, козы так думают. Да ладно, чего уж там. Даже кошка моя уверена, что люди созданы, чтобы чесать ее за ушком, кормить и защищать. Но ведь ты понимаешь, что это не совсем так или совсем не так. Возможно, ИИИ может с большим успехом организовать козью ферму либо сад. Но так мы лишь уступим еще часть нашей жизни машинам. Мы откажемся от нашей главнейшей миссии – быть творцами и детьми творца. Познавать этот мир через свои творения. Так как же быть? С кем общаться? С платой без души или с живым зерном? С землей? С природой? С кем дружить твоим детям? Какое будущее ждет их? Мы видим два вектора развития человеческого общества. По последним прогнозам, к 2026 году, то есть уже завтра, 99% контента будут сгенерированы ИИ. Сомневаешься, что это возможно? Не сомневайся. Да, человеки продолжат создавать свой оригинальный мир. Ну, допустим, в количестве Н. Но ведь нейросети ничего не стоит просто увеличить свою деятельность до количества 99 Н. Вот и все. И не будь наивным. 99% контента – это не только видосики и няшные аниме. Это новости. Это решения, принятые за тебя. Это реальность, созданная без твоего участия. Итак, 99% населения Земли признают власть машины. Они будут жить в 15-минутных городах и будут благодарны за то, что ничего не будут иметь. Такой вот кибер-капиталистический социализм – новый мировой порядок. Но много людей машинам не нужно. Тем более думающих людей. Посмотри, что происходит с системой образования во всех странах. Буквально на днях Министерство образования США было упразднено. Кроме того, система предпринимает все, чтобы сократить численность населения. И если иглоукалывание – программа долгоиграющая, потому что геном человека имеет большую резистентность, то условия жизни – это программа, которая срабатывает быстрее. Именно поэтому они очень серьезно работают над качеством питания и условиями нашей жизни. И некачественная еда, и трейлы, и 5G влияют на тебя через физиологию. А непосредственно то, в таких условиях ты живешь, влияет на здоровье и на твое сознание. Именно поэтому Всемирный экономический форум вместе со своим Клаусом Швабом активно продвигает среди прочих античеловеческие программы. Например, тему микроквартир. 20 квадратных метров, 9 квадратных метров, кто меньше – курятники снова в тренде. Но шансов стать великим мыслителем-диогеном, который, как известно, жил в бочке, у счастливого обладателя такого микрожилья очень мало. Скорее всего, сознание его станет таким же куинным, как и у этой ни в чем не повинной птицы. Ну вот здесь я и живу. Конура сам знаю, ну то есть не хорома, но мне как бы нравится, но... Не очень. И еще в начале прошлого века было подсчитано, что человеку только для полноценного сна, подчеркиваю, не для жизни, а только для сна, нужно 20 квадратных метров, чтобы была адекватная вентиляция, тишина, комфорт, пространство, а значит здоровье и полноценная долгая жизнь. Поэтому, когда боты – безответственные творения, мне пишут в комментариях, что Мольфар, где занимается хренью, продавая свои палатки, я смеюсь. Ведь мы делаем для людей дом до 100 метров квадратных, и мы не продаем палатки. Мы даем надежду на свободу. Имея такой сборно-разборной дом, ты в любую минуту сможешь собрать свою семью и свалить из города в природу, в любое место на этой планете, где за 4 часа его соберешь и начнешь новую, настоящую, удивительную жизнь. Обратившись в любой стране, в любое агентство недвижимости, ты получишь ценник не менее 500 евро в месяц за однушку, а если захочешь купить себе недвижимость, то цена тут же стартует от 700 баксов за метр в бетонной клетке. Соответственно, цена квадратного метра дома-купола в 20 раз дешевле любого другого предложения на рынке недвижимости. Это не просто выход, это просто счастье. Итак, оставшиеся в живых 1% людей. Это действительно живые мужчины и женщины, которые выбрали жизнь вдали 15-минутных городов. Жизнь в экопоселениях, биосферных поселениях, в родовых поместьях. Они выбрали свободу и независимость. Ведь, как известно, если ты выбираешь безопасность вместо свободы, то у тебя не будет ни безопасности, ни свободы. Как же тебе быть? Что выбрать? Если ты пока не готов вырваться из цепких лап ИИ, ипотеки, рабовладельца, работодателя и государства. Окей. Для начала протестируй себя. А живой ли ты? Даже простейшим жителям планеты Земля свойственно проявление своей воли. Нажал ли ты лайк этому видео? Написал ли ты комментарий? Сделал ли репост? Подписан ли ты вообще на наш канал? Что сделал ты с полученной информацией? Есть ли у тебя силы? Что-либо предпринять вообще? А если нет, заходи к нам на телеграм-канал, задавай вопросы и получай ответы. Знакомься с единомышленниками, читай нашу книгу «Тотальный дауншифтинг» или «Полный апгрейд». Становись учеником школы Мальфара. Тогда при необходимости ты сможешь просто приехать в Карпаты, вспомнить вкус настоящей воды, молока или сыра, почувствовать аромат леса, послушать тишину и пение птиц. Проверь, а сколько ты сможешь прожить без розетки? Беги, Лосяш! Беги! Куда мне бежать? Я здесь живу! А я в красной книге прочитала, что вы в неволе не размножаетесь. Беги, Лосяш! Субтитры сделал DimaTorzok